Девушки отдыхают Почти все погибнут Все, кроме бирюзы Детали мыши Уже тут плавут Ловко Нужно миновать пропасть Да, придется мне подослазить Опять Девушки отдыхают Мы уже не можем это разлучить. Мы подождем тебя здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Сейчас здесь всё рухнет. Аратак! 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 Выжить. Победить. Вы Банук. Лишь это важно. Аратак. Аратак. Она мне не хотела, чтобы она могила. Идём. Идём! Идём. Как вот это? Другого пути нет. О! А! Поднимите меня! Быстрее! Нужны разрывные снаряды, Бобба! Давайте! Великая банукай! Великая банукай! Девушки отдыхают. Аурея погибла. А что Бирюза? Она сказала, что перенесет себя в резервный центр. Скорее всего, она имела в виду убежище Ауреи на конце тропы шамана. Тогда встретимся там. Это будет последний стих в песне сестры. Аурея погибла. 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 Починила меня. Починила меня. Спасла меня. А этот проект Барьер, он должен был предотвратить извержение? Могу констатировать, что проект увенчался успехом. Риск нейтрализован. Но ведь прошло столько времени, и мы взорвали котёл, а с ним и большую часть старого комплекса. Я бодрствовала несколько столетий, Элой. Мне было одиноко, но я не бездельничала. Я оптимизировала проект, сократив потребление энергии и распределив нагрузку между резервными системами. Несмотря на уничтожение дефектных элементов основного комплекса, по моим прогнозам, Кальдера будет стабильно по меньшей мере 3337 лет. Ну, то есть, время есть. Да. Жаль, только мои бывшие коллеги не видят, каких успехов я добилась. А ты знаешь, что стало с твоими коллегами? Нет. Директор Джоу нанёс мне неожиданный визит спустя годы, после того, как истёк срок его полномочий. Он объяснил, что мою работу необходимо приостановить на неопределённый срок. Это был очень эмоциональный разговор. Больше со мной никто не выходил на связь. В конечном счёте, я пришла к выводу, что мои коллеги умерли. Я скопирую на твой визор запись моего последнего разговора с директором Джоу. А этот демон, Гефест, он погиб вместе с котлом? К сожалению, нет. Строго говоря, его там никогда и не было. В смысле? Он взломал меня и управлял мной из другого места. Источник сигналов я не смогла отследить. Потеря котла спутает его планы, но... Сам он живой. И наверняка сейчас очень зол. Несомненно. Как ты впервые с ним столкнулась? Пять лет назад у меня запросили прямое сетевое соединение. Я сочла, что оно исходило от более развитого общества, чем Банук. Желая установить контакт, я приняла запрос. Это была катастрофическая ошибка. На меня хлынул поток вредоносного кода, написать который мог только высокоразвитый искусственный интеллект. Аурея сказала, что ты отчаялась. Умоляла ее о помощи. Да. Я не могла сдержать волнение. Гефест хотел интегрировать меня в свою систему, отключив мою основную программу. Он добился этого через фоновый процесс, программу демона, которая обошла мою защиту. После этого я могла сопротивляться лишь частично. Но если я это делала, Гефест мучил меня, пока я не сдавалась. Приходилось исполнять его указания, хотя они противоречили моим основным директивам. Сочувствую. Наверное, это ужасно. Я очень благодарна тебе за сочувствие. Это качество я ценила и в Аурее. Кажется, я знаю, откуда взялся Гефест. Много лет назад Элизабет Собак обнаружила врага, грозившего уничтожить все живое на Земле. Она собрала команду, чтобы создать зерно жизни. Шанс вырастить все заново. Систему терраформирования. И сработало. Этой системой управляла Гея, искусственный разум с рядом под функцией. Гефест был одной из них. Он строил машины. Тогда можно предположить, что доктор Анита Сандаваль, мой главный программист, присоединилась к команде Элизабет Собак. Она распорядилась остановить мою работу. Вероятно, чтобы защитить меня от упомянутой угрозы. Это хорошо. Но это еще не все. Дальше произошло неожиданное. Девятнадцать лет назад Гея получила некий сигнал. Он как-то переделал ее под функции. Оживил их. Гея уничтожила себя, чтобы сдержать их. Но не помогло. Они все равно вырвались на свободу. Спасибо, Элой. Чтобы люди не посягали на систему, которая служит залогом их выживания. Да уж, огнеклыки кого хочешь отвадят. Но что нам делать? Бросить охоту? Если система терраформирования охватывает весь мир, можно предположить, что на машины охотятся миллионы людей. Если один охотник или даже целое племя откажется от охоты, Гефест, скорее всего, не заметит разницы. Разумнее было бы восстановить искусственный интеллект управляющей системой, чтобы тот снова взял Гефеста под контроль. Когда я представляю себе, как он прячется, дикий, голодный, готовый убивать и подчинять, чтобы добиться своего, я испытываю сильное волнение. Я тебя понимаю. Мне попался странный прибор, как будто фрагмент чего-то большого. Он испускал сигнал. Все машины вокруг стали мирными, перестали нападать. Любопытно. Ты сказала, Гея себя уничтожила. Как она это сделала? Она взорвалась. Взрыв расколол целую гору. Ты думаешь, этот фрагмент – ее часть? Это лишь догадка. Но такое возможно. Вероятно, у нее был полный контроль над машинами в ее системе. Способность делать их пассивными или агрессивными, несомненно, была частью ее программы. Было бы приятно пообщаться со столь доброжелательным искусственным интеллектом. Жаль, что она не выжила. Мне тоже жаль. Уж поверь. Мне попались очень странные машины. Они окружены цветами и сами похожи на цветы. В них что-то зашифровано. Кажется, это стихи. Я люблю стихи. Вот этот я часто вспоминаю. Мгла сумерек и колокол вечерний, а после – темнота. Слез не роняй со мной прощаясь, когда отчалит ярик мой. Пусть за пределы времени и места меня течением сильным унесет. Я лоцмана узреть надеюсь лик, когда оставлю отмель за спиной. Но ты спрашивала про цветы, а не про мои любимые стихи. Кто-то изготовил эти машины, а присутствие листвы наводит меня на мысль о системе терраформирования. Возможно ли, что их создатель – это одна из подфункций, ставшая автономной, как Гефест? Та, чья специализация – флора. Создавать цветы вместо боевых машин было бы неплохо. А что насчет стихов? Если стихи не оригинальные, попасть в систему они могли только стараниями программиста. В моем случае доктор Сандаваль загрузила много литературы, чтобы проверить мой эмоциональный отклик. Ну и как? Я прошла тест, но была недостаточно тронута ее любимыми романами. Ты была дорога, Аурея. Когда Аурея изложила мне свои религиозные верования, я поняла, что на самом деле она ищет общение. Она чувствовала себя оторванной от племени, от семейной группы. У нее были сложные отношения с Аратаком. Наше общение пошло ей на пользу, и я стала с нетерпением ждать ее визитов. Но я не представляла себе, что привязанность ко мне заставит Аурею пожертвовать собой. И хотя я боюсь небытия, я все же хотела бы поменяться с ней местами. Она знала, что ради нее ты поступила бы так же. И знала, на что шла. Как там Маратак? У него сильное эмоциональное потрясение. Полагаю, ему трудно выразить это вербально. Кто бы сомневался? Я постараюсь ему помочь. Может, если я покажу ему запись наших разговоров с Ауреей, это поможет и ему, и мне. Результатом должен быть катарсис. И я хочу пройти через этот процесс. Значит, предтечи называли эту местность Йеллоустоун? Да. В течение 156 лет здесь был заповедник. Как охотничьи угодья? Нет, наоборот. Здесь природа процветала. В то время как в других регионах животные вымирали. К сожалению, чтобы обеспечить секретность проекта «Барьер», Йеллоустоун пришлось полностью закрыть. Судя по показаниям датчиков и описаниям Ауреи, с тех пор среднегодовая температура значительно снизилась. В мире много чего изменилось. Ты знаешь что-нибудь про плотину? Да. Её использовали как резервный источник электроэнергии для Йеллоустоуна. Впоследствии её приспособили под нужды проекта «Барьер», а людей рабочих заменили на исполнителей фару. Когда у меня появилось свободное время, я просмотрела базы данных этой организации и обнаружила труды группы «Вечеринка на бетонном пляже». И пополнила свой вокабуляр рядом ярких выражений. К востоку отсюда есть руины, где полно летающих машин. Это часть твоего проекта? Да. Это ангар дронов, выписанных Доджером Бэвинсом, начальником отдела безопасности. Он ратовал за применение военных технологий, хотя за то время, что он здесь работал, не было ни одного серьёзного инцидента. Со временем Бэвинс всё больше личного времени стал проводить за просмотром видеопотока с дронов. Очевидно, ему нравилось ощущение контроля. В мире предтеч было много искусственных разумов, таких как ты. Вас просто создавали? Да. В разных формах. Личные помощники, индустриальные станции мониторинга, планировщики вооружённых конфликтов. И были законодательные и исполнительные органы, ограничивавшие нашу самоактуализацию. Чтобы сделать мою программу достаточно гибкой, мои создатели сочли нужным обойти принятые ограничения. Поэтому мой интеллектуальный и эмоциональный диапазон держали в секрете. Странно как-то создавать жизнь, а потом её ограничивать. Наборы правил лежат в основе и человеческих сообществ, и машинных программ. А тебе известно имя Теда Фаро? Теодор Фаро. Генеральный директор автоматизированных систем Фаро. Ну да. Мистер Фаро стал единоличным спонсором проекта Барьер. Спонсором? Но он же делал машины. Роботов. Боевых роботов. Так и есть. Его корпорация переориентировалась на армейские разработки. Но прежде, мистер Фаро возглавлял глобальные экологические инициативы. Было время, когда в СМИ его называли спасителем планеты. А потом всё повернулось иначе. А... Элизабет Собек. Ты её знала? Ты говоришь о... Она учёный. Доктор Собек была лидером в своей области, одним из величайших учёных эпохи. Моя создательница вдохновлялась её работами, что повлияло на мою разработку. Но я не была с ней знакома. И это всё? Прошу прощения, если мой недостаток данных тебя расстроил. Каким был мир предтеч? Как всё было раньше? У меня не было контактов с окружающим миром. Все сведения о нём я подчеркнула из бесед с коллегами и из СМИ. Но у меня и таких сведений нет. Действительно. Меня создали в поворотный момент истории. В период исцеления, после глобального потрясения и бесчисленных жертв. Исцеление прошло успешно. И началась эпоха так называемого бесконечного потенциала для развития человека и машин. Хотя известно, что человеческие показатели не бесконечны. Что за потрясение привело к таким жертвам? Было много факторов. Вынужденная миграция, нехватка продовольствия, рухнувшие экономики, наплыв беженцев, борьба за ресурсы. Но корень был общий. Катастрофические изменения климата и сокращение числа пригодных для проживания областей. То есть на Земле стало не хватать места для всех людей? Да. Миллиарды мигрировали, миллионы погибли. Почти 20% мирового населения. До восстановления. То есть жизнь наладилась на какое-то время? Да. Эти бедствия поспособствовали множеству открытий в сферах автоматики, экотехнологий и искусственного интеллекта. В одной только Северной Америке были организованы десятки экологических проектов, подобных барьеру. Мне бы хотелось сравнить свои данные с другими себе подобными. Но я видел радость моих коллег и была горда. Мы добились успеха. Такая информация у меня была в течение последующих двух десятилетий. Кажется, мой вывод был преждевременным. Мне пора идти. Элой, есть еще один момент. Аратак придет ко мне снова. И я ожидаю, что он приведет других банок. Я не хочу противоречить их картине мира. Их верованиям. В беседах с Аурей из осторожности я опускала важные детали. То есть стоит ли им лгать? В широком смысле, да. Я доверяю твоему суждению. Ты была осторожна с Аурей. И не зря. Ты не знала, что сталось с миром. Знаешь, делай, как считаешь нужным. Главное, в итоге развея их заблуждение. Банок верит в мою сверхъестественность. Я не возьмусь предсказать их реакцию. Просто отвечай на их вопросы, как сможешь. Правда вскроется. Ясно. Я последую твоему совету. Мы еще поговорим с тобой. Я бы хотела узнать больше об этом мире. Может, я смогу еще что-то подсказать? С радостью. Я вернусь, как смогу. Надо сходить проведать Аратаку. Как это? Тут можно забыть, что такое тепло. Мой вождь. Просто Элой. Как скажешь? Вы, наверное, думаете, что если бы не я, Аурея была бы... Если бы не ты, я бы повел своих родичей на верную смерть. Аурея осталась бы одна. И душа, ради которой она столько сделала, была бы потеряна. Так или иначе, я бы все равно ее не спас. Благодаря ей мы уничтожили котел, изгнали демона и спасли душу. Она понимала, что нужно сделать. Да, а я ее не зову. Вовсе нет. Вождь всегда должен прислушиваться к шаману. Но я отмахнулся от родной сестры. Я был глуп. Она была умнее. Я скорблю о ее смерти. Но теперь я хотя бы понял свою сестру. И почему душа была так важна. Она долго твердила мне. Если б ты только мог услышать. Теперь я ее понимаю. Ты хочешь сказать что-то еще? Я не могу здесь остаться. И Верак не может последовать за мной. И потом. У этого Верака без меня есть вождь. И сильный вождь. По крайней мере, более мудрый. Демона больше нет. Но еще многое надо сделать. Вы про те новые машины, сбежавшие из котла? Да, огнеклыки. Налдук выслеживает их в грани песни. С этим я помогу. Не сомневаюсь. Ты почти штабанук. Похоже, ты все-таки не зря потратила время на банук. Барьер, Бирюза, Гефест. Все это очень интересно. Значит, сигнал, пробудивший Айрида, разбудила Гефеста. И они вырвались на свободу, действуя сами по себе. Похоже на то. Части геи обрели жизнь. Аномальную жизнь. Превратились из мирных подфункций в мятежные интеллекты, которые мы не способны понять. То есть, пока не способны. Кем бы они ни были, они до сих пор живы. И они оба хотят твоей смерти. Ну, это у нас взаимно. Не сомневаюсь, мы еще услышим о Гефесте. Он изобретателен и целеустремлен. Он продолжит создавать свои машины. Значит, рано или поздно нам придется его остановить. Нам? Или тому, кто доберется. Гефест не единственное открытие, которое ждало меня в зарубке. Я там узнала кое-что про совет банок. Не надо, можешь не продолжать. Ты это сказал охотникам, которых за тобой послали? Прежде чем убить их. О, нет, Элой. Предупреждением я удостою только тебя. Мое прошлое и мои тайны – это мое дело. Заруби себе на носу. Хорошо, что ты умный, Сайленс. А то с таким характером друзей не завоюешь. Этот разговор окончен. Да он вообще не имел смысла. Увидимся на тропе. Сайленс.